Детское радио представляет Как Веснушка и Кипитоша с Петром Первым познакомились Великое посольство Так, этот сюда, а этот, может, сюда? Привет, Веснушка! Ой, красота-то какая! Кому букет собираешь? Привет, Кипитоша! Маме на день рождения Тут красные тюльпаны, белые и розовые Тюльпаны – мамины любимые цветы Да, все-таки молодец, царь Петр Первый А Петр Первый-то тут при чем, Кипитош? Он, что ли, тюльпаны придумал? Придумал не он, а в Россию привез именно Петр собственной персоной Царь! Цветочки! Ох, фантазер-то Кипитоша! Это, между прочим, исторический факт Молодой царь полтора года путешествовал по городам и веселым заграниченным Смотрел, что там такого интересного есть, что и нам не помешало бы Как наш любимый поэт Пушкин писал «Рубил окно в Европу» Да-да, помню-помню, учила Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно Только я не поняла, в чем прорубить? В стене? Да нет, конечно Прорубить окно в Европу – это метафора Чего? Метафора Ай, я сейчас объясню Вот смотри Россия до Петра Жила сама по себе С другими странами не дружила Одевались у нас по-своему И еду готовили И порядки были свои, устаревшие А это плохо? Не то, чтобы хорошо, Веснушечка Ну, представь У тебя из игрушек, скажем, палочка А у твоего друга Вани робот Я тоже робота хочу Вот, вот и Петр так решил Роботов тогда еще не было Но всякие умные штуки были Чтобы узнать о них побольше Надо съездить в Европу Изучить Лучше к себе привезти Вот и прорубил, так сказать, окно А, теперь поняла Метафора Надо запомнить В школе, как скажу Все сразу поймут Какая я умная Еще какая я умная И отважная Во всех приключениях со мной Куда ж ты без меня, Кипитоша? Никуда Кстати, давно мы с тобой За Петром не летали Держись за ручку крепко Огонь гори Вода кипи К Петру Скорее нас Нищи Кипитош А почему все такие нарядные? Мы с тобой на прием попали В Королевский дворец в Курлянде О, о, видишь? Наша делегация Или, как тогда говорили Великое посольство Дамы и господа Внимание Представляю вам Великое посольство России Послов Франца Лефорта Федора Головина И Прокофия Возницына А Петр где? Вон В уголочке стоит А чего он прячется? Не хочет, чтобы его узнали Не похоже, что не узнали Смотри, все на него смотрят Да он же высокий, как башня Ваше Величество Может быть, я могу и вас представить? Нет уж Пусть буду инкогнито Для всех я офицер Петр Михайлов Так и в патчпорте написано Не хочу я этих почестей Хочу узнать, как у вас У народа заморского Жизнь устроена Инкогнито? Это значит тайна Вот так, не говоря никому Что он Петр Первый Наш царь побывал в Англии Швеции Австрии А дольше всего был в Голландии Знаю, знаю Там, где тюльпаны Да-да И вот так они Петру понравились Что он, когда вернулся Учредил садовую контору Она выписывала из-за границы Лучшие цветы И не только тюльпаны А и... Угадай Такие высокие И с большими Желтыми Белыми лепестками О, даже и не знаю Пионы желтыми не бывают Ромашки маленькие Еще, еще Не знаю больше Но они солнце любят Тянутся к нему Растут, как говорят Под солнцем Подсолнухи? Да, веснушка Да какие же это цветы Ты чего, Кипитоша? Подсолнухи Это масло подсолнечное Семечки Это сейчас масло и семечки А во времена Петра Это были цветы Они росли в цветниках Рядом с картошкой И помидорами Эх, кстати, тоже не ели А для красоты выращивали Хе, Петр мог своей маме На день рождения Букет подсолнухов И картошки подарить? Мог, мог Вот бы я маме Такие цветочки принесла Она бы так смеялась Так смеялась Хотя В том букете, что я готовлю Подсолнух смотреться Будет просто отлично Полетели домой Хорошо, веснушка Как скажешь Гори огонь Вода кипит Домой скорее нас Как веснушка и кипитоша С Петром Первым Познакомились Продолжение следует Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова